Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». И эти полчаса проведу с вами я, ее автор и ведущий, Евгений Токарян. 1 августа Православная Церковь отмечает обретение мощей преподобного Серафима Суровского. 2 августа – День памяти Ильи Пророка. Об этих святых сегодня рассказывает православная страничка программы. Преподобный Серафим Суровский известен как один из величайших святых христианств. И дело тут не только в его духовных подвигах, перечень которых сам по себе велик. Строжайший пост, ночные молитвенные бдения, стояние на камне, трехлетнее молчальничество, смирение предразбойниками, искалечившими его по внешности сильного и красивого, гонение от братья, обвинявшего его в прелести, наконец, полное затворничество в течение пяти лет в лесу, близ Суровского монастыря. Преподобный Серафим в миру Прохор Сидоров, родившийся в 1759 году в семье курского купца, был призван к задаче вселенской важности – устроить на земле четвертый удел Пресвятой Богородицы. Именно четвертым жеребием Божьей Матери после Афона и Верии и Киева назовут женскую Серафима-Дивеевскую обитель, которая развивалась и расширялась под непрестанным попечительством убогого Серафима. Здесь сейчас и покоятся мощи старца. Они были обретены в 1903 году, и 1 августа церковь вспоминает именно это событие. Сам государь-император Николай II с императрицей Александрой Федоровной участвовал в этих торжествах. Благодаря государевой воле и был прославлен старец в лике святых. Сбылось предсказание преподобного – царь, который меня прославит, того Бог прославит. Уже в 1989 году мощи преподобного, исчезнувшие после разорения Саровской обители, где они хранились, были обретены вторично. Они находились в музее атеизма и революции Санкт-Петербурга. И вот тогда-то и были перевезены в Дивеевский монастырь. Так сбылось еще одно прижизненное предсказание старца. Дословно, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, и что из Сарова в Дивеево перейдет. «Будет в Дивеево женская лавра», – предвещал Серафим, когда община была одной из беднейших. Все его распоряжения касательно устройства мельничной Дивеевской общины, насильницами которой должны быть только девицы, по словам самого Серафима, исходили от самой Богородицы. «И камушек здесь не положен без ее воли», – говорил старец. Так была проложена Богородичья канавка. Серафим утверждал, канавка – это стопочки Божьей Матери, тут прошла сама Царица Небесная. Канавка до земли высока, и Антихрист в конце времен не сможет переступить этот 800-метровый рубеж. Факт существования этой канавки открывает нам великую Дивеевскую тайну. В конце времен, когда все окажется во власти Антихриста, Дивееву должно стать ноевым ковчегом для христиан, откуда не прекратится проповедь и призыв к покаянию. Еще одна великая задача Дивеева – стать киновией чистоты и девства. В то время, когда вокруг царит похоть и дьявол-разрушитель, мир теряет понятие о целомудрии, как ценном божественном даре, а значит, перестанут вскоре жены рождать праведников, тех, кто пополняет число ангелов на небесах. И тогда мировая история потеряет свой смысл. На наших глазах сбылось еще одно пророчество Саровского затворника. В 2000 году были обретены мощи трех населец Дивеева. Их духовный путь был неразрывно связан с молитвами старца. Первоначальница обители, матушке Александре, преподобный обещал никогда не оставлять девеевских сирот. В крестьянской девушке Марии он распознал избранный сосуд Божий, постриг схему под именем Марфа. О ней он говорил, прозревая ее сердце, что она будет начальницей над девеевскими сиротами в Царстве Небесном. Елена Монтурова, происходившая из богатой семьи, на монашеский путь привело ее большое потрясение. В молодости в видении она увидала огромного змея, готового поглотить ее. Однажды Серафим призовет ее и скажет, «Твой брат должен умереть, но очень он нужен нам для строительства церкви. Умри за брата. Благословите, скажет Елена, и через три дня умрет». Вот мы с вами находимся в храме Рыста Престова Богородицы, где, как пророчил преподобный Серафим Сарус, который сам от себя никогда ничего не говорил, как он говорил, все, что говорю я и что благословлю делать, все это исходит из моих уст на благословение или Господа нашего Иисуса Христа, или Престове Богородицы. Это вот здесь, в этом храме, как он предрек, и как мы сейчас видим с вами исполняется пророчество, лягут четверо святых мощей. Матушки Александры здесь, схемонахини Марфы, монахини Елены и какой-то еще святой угодницы, имя которой сейчас покрыто для нас мраком. И здесь, как говорил преподобный Серафим Саровский, здесь посреди них лягу и я. Еще нет четвертых мощей, еще дано время на покаяние, и каждый может пройти по канавке и ощутить великую радость. Существует в Дивеевской летописи еще одно прикровенное пророчество. Будто бы в конце времен воскреснет Серафим Саровский подобно семи эфесским утракам. И будет то дива на весь белый свет. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. И сегодня мы с вами пообщаемся, поговорим о древнебиблейском Ветхозаветном, праведнике пророки Божьем Ильи. Жил он от нас довольно давно, в IX веке до Родишества Христова, то есть примерно 3000 лет назад. И донесла до нас память о нем именно Библия, третья, четвертая книги царств. Для меня великая честь служить в Ильинском храме города Таганрога, быть настоятелем Ильинского прихода. Сейчас вам рассказывать о великом пророке Божьем, поскольку действительно он один из самых достойнейших людей за всю историю человечества. Ни одному другому пророку, ни Иеремии, ни Езекиилии, ни Амосу нет храмов. А вот пророк Илья, почитаем у нас на Руси, в честь него строят храмы, называют детей его именем. Если мы с вами почитаем Священное Писание, вы знаете, что основное, то, чем он занимался, это обличение израильского царя в нечестии. Израильский царь Ахав и Изавель, царица, всячески пытались развратить народ иудейский. И вот пророк Божий Илья очень сильно противостоял. И действительно, Господь укрепил этого пророка, это противостояние закончилось победой Ильи. Если мы читаем с вами Священное Писание, то, может быть, изначально нам покажется, что этот человек довольно строгий, такой, может быть, даже жестокий. Но, если почитать более внимательно, мы с вами заметим, что у него любящее доброе сердце, милующее, помните, как он три года во время голода и засухи кормил сына царепской вдовы, как он его воскресил своей молитвой, когда мальчик умер. Именно по молитве пророка Ильи было заключено над Израилем небо, был голод, засуха, в результате чего народ и царь покаялись. Может быть, поэтому в восприятии народном порок Илья у нас почитается, как некий повелитель стихий. Ему молятся, совершают молебны, когда наступает засуха. Его жизнь действительно наполнена чудесами. И даже конец его земного служения увенчан тем, что огненная колесница подхватила его и унесла на небо. Можно, на самом деле, довольно долго и много рассказывать о жизни, чудесах, служении порока Божия Ильи. Я же адресую вас к тексту Священного Писания Библии. Действительно стоит знать об этом человеке, о великом пророке и угоднике Божии. Память его, как вы знаете, мы всегда совершаем 2 августа. И вот с Днем Памяти, с этим праздником, я вас и поздравляю. Дорогие друзья, братья и сестры, Желаю вам неосходеваемой милости Божией, крепкой веры, долгоденствия, любить Бога, познавать себя. И пусть милостивый Господь хранит вас все дни вашей жизни. С праздником, дорогие друзья, братья и сестры! 105 лет назад, 1 августа 1914 года, началась Первая мировая война. Об этом событии вспоминаем вместе с ведущим исторической странички программы Сергеем Чаленко. Мы находимся с вами, уважаемые телезрители, в одном из залов городского историко-краеведческого музея Устенда, где есть некоторые экспонаты, связанные с Первой мировой войной, которая началась 1 августа 1914 года. Формальным поводом для войны послужило убийство на Балканах, в городе Сараево, наследника австрийского престола, герцога Фердинанда. Причиной войны послужила экспансия молодой германской буржуазии. Дело в том, что в начале 20 века бурно развивалась германская промышленность, и немецкой буржуазии нужны были новые рынки сбыта, новые колонии. Поэтому немецкая буржуазия, в общем-то, и выступала локомотивом этой войны. Военные действия начались с атаки на Сербию. Австро-венгерские войска стали буквально сметать сербские части, обстреляли Белград. Отчаянные телеграммы сербского правительства своему союзнику России долго не имели никакого последствия. Император Николай II понимал отчаянное положение сербов, но не хотел втравливать Россию в эту мировую бойню. Но, тем не менее, русские пришли на помощь Сербии. Тогда Австро-венгрию поддержали Германия и Турция, а Россию, Англия и Франция. Первая мировая война привела к появлению массовых армий, сплошным линиям фронтов, пересекающих всю Европу, применением авиации, танков, артиллерии тяжелой и даже отравляющих газов. В ней русские войска проявили образцы героизма, самопожертвования. Подвиг Кузьмы Крючкова, казачьего урядника, который с двумя казаками уничтожил целый взвод немецких драгун, получив 16 ран, описали все газеты мира. Генерал Габята, наш земляк, изобретатель первого в мире миномета, который пал тоже смертью героя на этой войне. Мы можем вспомнить генерала Ренинкампа, который командовал русскими армиями в Восточной Пруссии. Здесь в годы Гражданской войны он у нас жил и был убит, когда отказался служить большевикам во время революционного восстания. Мы можем вспомнить одного из потомков рода Алфераки и рода Грековых, Михаила Алфераки, который ушел на фронт и отличился в боях под Станиславом на Западной Украине в Галиции. На фронтах Первой мировой войны доблестно сражался Таганровский пехотный полк. Его офицеры покрыли себя неувидаемой славой. В свою очередь область войска Донского, в которую ходил Таганрог, выставила на фронт 100 тысяч казачьей кавалерии. Донские казаки вырубили любимый германским императором эскадрон черных, так называемых, бессмертных гусар. И германский император, который был огорчен очень гибелью своей гвардейской части, приказал донских казаков в плен не брать. Война продолжалась. Под угрозой оказалась Прибалтика. Именно оттуда в Таганрог пошли беженцы. Стали эвакуироваться оборонные предприятия. В город прибыл авиационный завод Лебедева. Теперь на его территории находится авиационный комплекс Бериева. Сюда эвакуировался из ревеля современного Таллина русско-балтийский завод, который производил снаряды и патроны. Металлургический завод приступил к катанию броневых плит. Для решения всех острейших социальных проблем в городе действовало отделение Всероссийского Татьянинского комитета под покровительством великой княгини Татьяны. А возглавлял его местный городской голова Евграф Платонов. Его деятельность была такая же, как эффективно работающего управления социальной защитой. Питание, перевязочные материалы, медицинская помощь. Все решалось очень оперативно и быстро. На месте Алексеевской гимназии, которую мы знаем как корпус А радиотехнического института, был размещен госпиталь. Такой же госпиталь был на территории третьей больницы ЗАКа. Она находится на переулке Красном. Таким образом, в годы войны, с одной стороны, Таганрог получил массу проблем, но, с другой стороны, решая их и привлекая научно-техническую интеллигенцию, а также потенциал оборонных предприятий, город начал развиваться. К сожалению, в этой войне России не суждено было победить. Этому много причин. Я бы хотел только отметить странную роль наших западных союзников, которые, с одной стороны, требовали от российской армии неподготовленных наступлений на немецкие войска, чтобы облегчить свое положение на Западном фронте, и русские, спасая западных союзников, не успел подвести боеприпасы, пополнить себя живой силой, прорывали немецкие позиции. Но за это приходилось платить истощением людских и материальных средств. И, к сожалению, это сказалось на обострении внутренней ситуации в России. Ну, а затем наши западные союзники, увидев, что скоро Германия будет разгромлена, сделали все, чтобы не увидеть нашу страну в числе победителей. Мы могли бы по условиям победы над Германией получить Черноморские проливы, отделяющие Черное море от Средиземного, Босфор и Дарданеллы. И тогда бы Черное море становилось бы внутренним русским озером, куда бы проходили только дружественные нам корабли. Успехи русских войск за Кавказией в войне с Турцией тоже были поразительны. Русские войска практически дошли до озера Ван на территорию Западной Армении, которая сейчас находится в составе Турции. Оттуда Россия могла бы контролировать богатой нефтью Ближний Восток. Все это нашим союзникам было не надо. Поэтому они всячески поддерживали оппозицию, находящуюся внутри страны, и даже инспирировали свержение царствующей династии. В результате к 1917 году в армии появились различные самочинные комитеты, которые решали идти в наступление солдатам или нет, и развалилась дисциплина. И произошла так называемая февральская революция. Таким образом, вот все эти причины не позволили царской России стать победительницей. О героях Первой мировой войны забыли. Их стерла из памяти гражданская война. Мы забыли, что Семен Буденный был прежде всего унтер-офицером царской армии, полным георгиевским кавалером. Мы забыли, что маршал победы Георгий Жуков, который принимал парад победы на Красной площади, до этого был тоже унтер-офицером царской армии и георгиевским кавалером. Василевский, Рокоссовский, Малиновский, все наши будущие маршалы начинали тогда свою военную службу. А генерал Деникин, ставка которого была в Таганроге, был обладателем золотого георгиевского оружия и командиром одного из наиболее боеспособных подразделений русской армии. Но мы, как благодарные потомки, должны все-таки помнить наших предков. Ведь они шли за веру царя Отечества, как они тогда понимали, на немецкие, австрийские, турецкие штыки и пули. Они также любили ту страну, которая у них была, и отдавали за них свои жизни. Наша задача не забыть об этом, потому что люди, отдавшие жизни за Отечество, достойны нашей памяти. Вот и наступил последний летний месяц. И о том, каким он, по мнению звезд, будет для представителей каждого знака зодиака, расскажет Инна Конарева. Здравствуйте! Наступает последний и самый прекрасный месяц лета. А звезды подарят людям оптимизм, энтузиазм. С 5 по 11 можно осуществлять изменения во всех сферах жизни. С 13 по 19 все просчитывайте, будьте более гибкими. А с 21 наступит гармония и можно осуществлять свои мечты. А теперь подробнее для каждого знака зодиака, что же их ждет в августе. Для овнов август будет довольно благоприятным. Проблемы прошлых месяцев уйдут в прошлое. В первой половине месяца вас ждет успех в делах, но повышенная энергичность может приводить к излишней торопливости. И необходимо себя притормаживать, чтобы иметь время продумывать все нюансы и детали дела. И важное предупреждение. С 14 по 18 необходимо усмирить свою гордыню, чтобы не потерять достигнутое. А вообще в августе овны смогут хорошо поработать и славно отдохнуть. Для тельцов август будет трудным, но интересным. Зоной комфорта будут дом и близкие люди. Хорошее время для семейного отдыха, обустройства жилья. В первой половине месяца вы можете осуществить какие-то свои мечты. Но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. И еще тельцы будут упрямы и могут подавлять окружающих. Старайтесь быть мягче. Близнецы в августе будут проявлять активность и верить в свои силы. Больше общайтесь с разными людьми, но старайтесь не давить на окружающих. В короткое время с 15 по 19 старайтесь не совершать крупных покупок. Вы будете слишком доверчивы и недальновидны. Эти дни больше подходят для романтики и развлечений. После 21 числа близнецов ждут перемены, неожиданные ситуации. Обговорите происходящее с близкими людьми. Раков в августе ждет награда. Можно насладиться плодами своих трудов. Хорошее время для путешествий, отдыха. Еще вы будете очень удачливы в финансовом плане. Однако у некоторых возникнет желание лечь на дно. И в связи с этим вы можете утратить свой шанс. Еще у вас могут быть напряженные отношения с партнерами, близкими людьми. Важно с 5 по 11 сконцентрироваться на главном. Это самое перспективное для вас время. Львы в августе в полной боевой готовности. Это хорошее время для решения любых спорных вопросов. А для кого-то это просто звездный час. Самый удачный период до 14 числа. При этом львы будут беспечные, доверчивы, могут забросить текущие дела. А с 13 по 19 еще и совершать необдуманные действия и траты. Следующий удачный период с 21 августа. Но придется менять тактику поведения. Так что август запомнится львам как очень яркий месяц. Для дев август сложный месяц, поскольку заканчивается их солнечный год, что отразится на здоровье и настроении. Поэтому август не располагает к активной трудовой деятельности. Важные дела отложите на конец месяца. После 21 числа вы почувствуете прилив сил. Некоторые девы будут суетиться и пытаться свернуть горы, что рискуют просто привести к эмоциональному срыву. Главная цель августа – это достижение баланса и гармонии. Весам в августе можно одновременно гнаться за дюжиной зайцев. И все у вас получится. Вы будете хорошо ориентироваться в происходящих событиях и принимать верные решения. Появятся новые друзья, удачные связи. А вот в отношениях с близкими людьми могут быть трудности. После 21 числа вас ждут неожиданные события, которые, с одной стороны, могут улучшить жизнь, а с другой – сильно осложнить. Наметьте основные цели и смело идите вперед. Для многих скорпионов август не очень благоприятен в плане здоровья и настроения. Личная жизнь может быть нестабильной, полной эмоциональных всплесков, особенно в третьей декаде. Зато в профессиональном плане месяц хорош. Главное, не ждите, когда удача сама постучится в двери. Проявляйте предприимчивость, используйте свою интуицию, связи. Но все же скорпионам, чтобы стать счастливее, нужно пересмотреть всю систему своих жизненных ценностей. И найти то главное, что греет душу. Для стрельцов август – динамичный месяц, когда доброжелательность и оптимизм помогут открыть любые двери. Возрастет тяга к путешествиям, новым знакомствам. С 7 по 15 ловите удачу. В этом месяце многие обретут свой дом, свою вторую половинку, поймут цели и задачи на ближайший год, найдут новые источники дохода. Так что август продвинет вас далеко вперед. Для козерогов август – спокойный и мирный период, когда можно восстановить гармонию в душе, в отношениях, заняться тем, чем всегда хотелось, или пожить в свое удовольствие. В это время нужно переосмыслить пройденный путь, исправить ошибки. Могут меняться привычки, представления. Возможно, придется защищать свои интересы. Но вы везунчики, и все у вас получится. У водолеев август будет ярким и немного хаотичным. Вы будете оригинальны, изобретательны, можете попробовать себя на новом поприще. Могут появиться влиятельные покровители или друзья. Не бойтесь высказывать свои идеи, и вы будете услышаны, и сможете получить интересные предложения. Но придется решать и проблемки. Например, возвращать долги, кому-то помогать, решать юридические дела. В конце месяца будьте очень внимательны к имущественным и финансовым вопросам. Но все же август порадует водолеев приятными эмоциями и развлечениями. У Рыб август будет деловым. Вам могут предложить новую должность. Хорошее время для важных договоров. До 14 числа будет много суеты. Старайтесь доводить начатые дела до завершения. В финансовом плане все будет нестабильно. В кошельке то густо, то пусто. После 15 числа могут осложниться отношения с окружающими. Держите себя в руках. А вот в третьей декаде нужно действовать быстро и смело. Могут открыться удачные перспективы в разных сферах жизни. Пусть сбудется только хорошее. Желаю вам вырваться из текущих проблем под лучи летнего солнышка и провести этот месяц так, как хотелось и мечталось. Удачи! Завершит нашу сегодняшнюю встречу небольшая зарисовка. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!